Этот опыт не помог мне. Совсем не помог. В том смысле, что я был погружен в абсолютную тайну, и не было никого, кто мог бы меня вести за собой. Это было абсолютное безумие. Это и есть безумие. Пока нет точной карты и строгой методологии, мы будем иметь лишь набор различных переживаний. Установка и обстановка очень важны. Это даже важнее, чем само вещество, гораздо важнее, чем само вещество. Установка и обстановка — это всё. Я думаю, это совершенно очевидно, что шаманы являются учеными среди наших предков. И их знания не только древние, но и современные, так как оно прожило многие тысячи лет. Их техники являются результатом целых веков проб и ошибок. Фактически, они являются результатом научного метода. Вы что-то пробуете, получаете результаты, вносите коррективы и создаёте новые подходы для получения желаемого результата. Это технология сознания, технология духа. Космос, мироздание является набором уровней. Эти уровни соединяются между собой при помощи вертикальных шлюзов доступа, которые можно представить как воздушные коридоры в пространстве, или как магические деревья, или магические лестницы. В любом случае, присутствует образ восхождения. И обычные люди существуют только на одном из этих уровней. Но шаман — не обычный человек. Шаман — это сверхчеловек, обладающий силой союзников животных, стоящих на его стороне. И они могут переходить с уровня на уровень при помощи этих духовных подъёмников, перемещающихся между уровнями. И они по этой причине в состоянии исцелять заблудшие души, видеть насквозь социальные заморочки, кражи и измены, видеть истинные причины всего этого, видеть причины заболеваний и так далее, и тому подобное. Это будет традиционной шаманской версией. И думая об этом с математической точки зрения, всеобъемлющая картина, которая могла бы объяснить, как делаются все эти магические штуки, просто предполагает, что шаман неким образом способен проецировать своё сознание, его или её сознание, в более высокое измерение. Не метафорические, но буквально переходя в более высокое измерение, затем в следующие трети и так далее. Мой ДИМТ-опыт ценен сам по себе. Но я чувствую, что ещё большая ценность именно в этом народном способе, так как он растягивает это состояние и делает его более управляемым. Думаю, это и было причиной, по которой аборигены научились обращать пятиминутный опыт в пятичасовой. Это даёт вам возможность сделать большие шаги вперёд и получать большие подарки. Если этого не будет, вы попросту будете в ужасе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok